Когда Блес Паскаль открыл свой закон равномерного распределения давления в жидкости по всем направлениям, он задумался над тем, как его можно использовать, и придумал вот такое устройство. Чтобы его сделать, мы взяли два шприца разного диаметра и соединили их трубкой. Весь внутренний объем здесь заполнен водой. Нажмем на поршень широкого цилиндра. Он надавит на воду, вода перетечет по трубке в узкий цилиндр, надавит на поршень и вытолкнет его вверх. Заметьте, что когда поршень широкого цилиндра опускается на 1 см, поршень узкого цилиндра поднимается на 4 см. Это происходит потому, что сечение широкого цилиндра в четыре раза больше сечения узкого цилиндра. Представим себе, что поршень площади С1 опустился вниз на высоту H1, а поршень площади С2 поднялся вверх на высоту H2. Вода практически не сжимаема, поэтому объем воды, который был вытолкнут из широкого цилиндра, равен объему воды, поступившему в узкий цилиндр. Но объем цилиндра равен произведению площади его основания на высоту. Поэтому С1 умножить на H1 будет равно С2 умноженному на H2. Перепишем это равенство в виде пропорции. Высота H2 во столько раз больше высоты H1, во сколько раз площадь поршня С1 больше площади С2. Устройство, которое придумал Паскаль, называется гидравлической машиной. Оно родственно рычагу, полиспасту и другим механическим приспособлением, которые позволяют с помощью малой силы поднимать достаточно большие грузы. Посмотрим, как эта машина работает. Возьмем бутылку с дробью. Она весит 2,5 килограмма и поставим ее на большой поршень машины. Теперь возьмем бутылку полегче. Она весит килограмм и поставим ее на малый поршень. Мы видим, что легкая бутылка своим весом поднимает вверх тяжелую, а ведь она в 2,5 раза легче. И это несмотря на довольно большое трение в поршнях. Так что гидравлическая машина работает. Рассчитаем выигрыш в силе, который дает гидравлическая машина в идеальном случае, когда в поршнях нет трения. Пусть две силы F1 и F2 уравновешивают друг друга на поршнях площади S1 и S2 соответственно. В равновесии эти силы должны создавать равные давления. Но давление – это сила, деленная на площадь. Поэтому F1 делить на S1 равняется F2 делить на S2. Перепишем эту пропорцию так. Сила F1 во столько раз больше силы F2? Во сколько раз площадь поршня S1 больше площади поршня S2? Мы помним, что при работе гидравлической машины перемещение поршней обратно пропорциональны их площадям. Отсюда следует, что силы обратно пропорциональны перемещениям. Золотое правило механики опять выполняется, как оно и должно быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова